Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молковой. Сегодня у нас в гостях Татьяна Абанкина, директор Центра прикладных экономических исследований и разработок, профессор Института образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, кандидат экономических наук, почетный работник высшего образования. Татьяна Силовна, здравствуйте! Здравствуйте! Татьяна Силовна, сфера Ваших профессиональных интересов – это управление образовательными процессами, реформирование системы образования и культуры. Вот скажите, какое впечатление у Вас от системы образования Чувашии? Вы знаете, я не первый раз в Чувашии, поэтому действительно имею представление, наверное, в последних 15-20 годах. И, вы знаете, каждый раз замечаю, во-первых, позитивные сдвиги. И без преувеличения могу сказать, что Чувашия на протяжении этих лет сохраняет позицию лидера на образовательной карте России. Очень многие инновации здесь реализуются, очень многие отрабатываются инициативы, очень слаженно работает система управления образованием, республиканского уровня, муниципалитетов, школ, отдельных образовательных учреждений. И большое внимание уделяется всем уровням образования – дошкольному, общему образованию, школьному, профессиональному образованию, большие вложения в профессионально-техническое образование, высшему образованию, послевузовскому. И мне очень хочется подчеркнуть, что Чувашия – одна из действительно республик-лидеров, которая много работает над интеграцией и кооперацией образования, культуры, спорта, что очень важно, и была лидером создания образовательных комплексов, действительно объединяя дошкольное, общее, дополнительное образование, культуру и спорт. И это дает свои плоды и результаты. Сегодня министр образования Юрий Николаевич демонстрировал достижения, очень высокие достижения, и команд, которые участвуют в разного рода международных олимпиадах, и результаты ЕГЭ, и победители есть в творческих олимпиадах. То есть мы действительно видим сегодня ребят подготовленных, одаренных, интеллектуально и творчески сегодня развивающихся. Выведение ожидает, я так понимаю, система образования всей России, это так называемая цифровая экономика. Какие кардинальные изменения будут с введением этой программы цифровой экономики? Во-первых, действительно, программа обсуждалась при президенте Владимира Владимировича Путине, она утверждена правительством сейчас Российской Федерации. Эта программа не образовательная, это программа, как бы так сказать, для всей экономики, там есть раздел образования. Потому что, конечно, ключевое значение, в том числе в цифровой экономике, имеют, безусловно, кадры, и решающее значение имеет компетенции, навыки, так называемого, человеческого капитала. И мне кажется, что цифровая экономика не связывается с каким-то отдельным предметом, это важно понимать. Это умение знать, так сказать, современные цифровые технологии, умение применять их во всех сферах, опираться на них, и менять с этим и производственные процессы технологические, и в том числе то же самое финансовое поведение, да, и свое взаимодействие как бы с миром, умение искать информацию, использовать эту информацию, умение саморазвиваться, в том числе строя свою и вот такую образовательную стратегию. Вообще компьютерная грамотность, знание и умение применять именно информационно-коммуникационные технологии, как их широко называют, сегодня является, называется, среди ключевых компетенций 21 века. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы новая плеяда и наши ребята владели этими технологиями, но в то же время нам важно, чтобы и педагоги владели этими технологиями. И мы знаем, иногда сегодня ребята опережают в умении пользоваться даже компьютером, готовить презентации, искать информацию, опережают педагогов, но вместе с тем очень важно, чтобы у нас не образовывалось этого разрыва, чтобы мы понимали друг друга, чтобы умели друг с другом общаться, и помогая друг другу входили в эту, как сейчас говорят, новую технологическую эру цифровой экономики. Но важно здесь не только ими пользоваться, но и создать плеяду ребят, молодого поколения, которая будет их разрабатывать. Нам очень важно, чтобы, начиная действительно и с общего образования, даже, может быть, с дошкольного, и наши университеты, сегодня готовили ребят, способных к разработке новых технологий. Татьяна Силовна, вот прозвучал такой термин, как цифровое ГТО. Как вы к этому относитесь? Вы знаете, вообще, как я понимаю все-таки это, речь идет о том, чтобы подготовить, это еще раз подчеркиваю, в моем понимании, не предмет школьный. Это некоторая межпредметная или надпредметная компетенция. Поэтому ребята осваивают те или иные информационные технологии, умеют работать с разными программами. Вот именно навыки. И дальше в независимых центрах они проходят экзамены или сдают тест, который надо, конечно, еще разработать, который потом им признается в вузах. И вот, по крайней мере, поставлена задача, чтобы с 2020 года он учитывался, ну вот как сейчас ГТО, как дополнительные баллы при поступлении. Это ребят будет мотивировать. И мне кажется, что здесь важно что? Чтобы все-таки это аналогично, например, системе английского языка, вот тестом TOEFL, который вы можете везде сдать, и весь мир признает и принимает. Чтобы это точно так же были независимые центры компетенции, которые могут оценить, и вы в удаленном случае можете даже и сдать. Для многих ребят это станет важно, потому что все равно баллы имеют значение, и иногда совсем немного не хватает, чтобы на бюджетное место. Готова ли система образования Чувашии вот к таким переменам, к таким вызовам 21 века? Вы знаете, по сравнению с целым рядом других субъектов федерации, готова. Конечно, это не снимает и стратегических, и тактических задач нового шага, но очень многое сделано. Именно в силу того, что у Чувашии накоплен этот вот большой опыт освоения, внедрения инноваций, и в то же время опоры на традиции, и очень многие инновации уже сегодня закреплены в тех или иных решениях. Много программ реализованы, много инновационных образовательных учреждений, центр компетенции создан. Сегодня вот министр образования Чуваший Юрий Николаевич ставил перед конкретными учреждениями задачи, перед педагогическим университетом, перед колледжами, перед школами, перед работой вузов с детскими садами, с педагогами по повышению квалификации именно в области, например, компьютерной значимости цифровых технологий и так далее. Поэтому потенциал из отделы огромный. Институциональная, если так научно называется, структура, то есть учреждения, коллективы есть. Но задачи, конечно, очень амбициозные, поэтому мне кажется, что очень важно работать в сотрудничестве и с другими регионами, и с действительно, может быть, международными организациями, по, например, Junior Skills или WorldSkills, где побеждают команды, вот молодые профессионалы, да, но в то же время и с федеральными структурами, чтобы этот шаг обеспечить. Ну и, конечно, мы все понимаем важность образовательной среды современной. Поэтому Чувашия много вложилась и вкладывается, но мы понимаем, что нужно и обновление, как бы, так сказать, материально-технической базы. Татьяна Силовна, еще есть такой вопрос, который, наверное, сейчас будоражит умы многих учителей, многих руководителей школ. Это было предложение министра о том, чтобы перевести систему образования из ведения муниципалитета в ведение субъекта федерации. Вот как вы к этому относитесь? Вы знаете, я отношусь таким образом. Есть плюсы и есть большие риски. Я думаю, что очень взвешенно надо, так сказать, к этому подойти, проанализировать. Какие-то субъекты федерации к этому более готовы, каких-то это навряд ли, так сказать, уместно. Как раз Чуваша, которая довольно компактная республика с налаженными связями муниципального, регионального уровня, может быть, здесь есть, как бы, так сказать, свои плюсы. Я вот для кого сейчас скажу, вижу плюс. С другой стороны, для территории, как Красноярский край, Бурятия, Куть, с большими расстояниями, и где не может с уровня, как бы, региона, из столицы, грубо говоря, осуществляться оперативное управление, руководство. Мне кажется, будет потеряна определенная управляемость. Очень сложные вопросы имущественных комплексов, прав собственности. Без внесения, изменения федеральной закона, это сделать нельзя. Здесь очень надо осторожно подходить, очень осторожно надо выходить к вопросам, так сказать, и трудового, и пенсионного законодательства. Педагоги имеют льготы, они привязаны к должности, к названию учреждения. Надо здесь аккуратно и взвешно подойти, потому что при изменении даже названий, при изменении должности можно и потерять. Спасибо большое, Татьяна Силовна. Я напомню, что сегодня у нас в гостях в программе «По существа» была Татьяна Абанкина, директор Центра прикладных экономических исследований и разработок, профессор Института образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Пользуясь случаем, хочу вас поблагодарить и еще раз поздравить всех педагогов, всех, кто работает в системе образования с новым учебным годом и пожелать творческих успехов. Спасибо большое, Татьяна Силовна. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok